День с толком Здравствуйте! В студии Евгения Даровская. В этом выпуске. Под стражей подозреваемая в убийстве собственной 11-месячной дочери Бейчанка задержана. Насколько законно? Застроит ли участок рядом с Нагорным парком таунхаусами? Музыка нас связала. Кому посвятили свои композиции участники фестиваля Калина Красная. Казалось бы, петь на сцене всегда это какое-то увеселительное мероприятие. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Девочки, которая была найдена мертвой в подъезде многоквартирного дома. По сообщению паблика «Мой город Бейск» 25-летняя бейчанка Екатерина Шишкова подозревается в совершении особо тяжкого преступления. Ее доставили из села Алтайского, где она скрывалась, в Наукоград, и сейчас женщина находится под стражей. Напомним, в минувшее воскресенье в одном из многоквартирных домов Бейска нашли тело 11-месячной девочки. В подъезд ее подкинули. Было возбуждено уголовное дело. В убийстве подозревают мать малышки. К другим темам. Застроят ли участок рядом с Нагорным парком в Барнауле таунхаусами, выясняет Политсибру. Поводом стало объявление, размещенное на одном из сайтов, согласно которому в непосредственной близости от Нагорного парка церкви и букв Барнаул продается участок земли под элитную жилую или бизнес-застройку. Возможно, один из крупнейших застройщиков города при поддержке городских властей освобождает под будущее строительство значительный участок рядом с Нагорным парком. Барнаульский бизнесмен рассказал Политсибру о давлении на него городской администрации, которая, по его мнению, вынуждает отказаться от прав на земельный участок, расположенный также поблизости от Нагорного парка. На эту землю, по словам бизнесмена, также претендует будущий застройщик. Журналисты продолжают следить за ситуацией. В частности, предстоит выяснить, насколько законно может быть появление новых строений рядом с Парково-мемориальной зоной. Напомним, там находится недавно восстановленный Иоанно-Предтеченский храм и зона отдыха. К слову об отдыхе, у сотрудников крупной барнаульской компании появится третий выходной. Здесь одними из первых в стране поддержали инициативу премьер-министра Дмитрия Медведева и перешли на сокращенную рабочую неделю с пяти до четырех рабочих дней в летний период. Подробнее далее. Предложения главы правительства страны на Барнаульском шинном заводе решили воплотить на деле. Теперь здесь работают по усеченной рабочей декаде четыре дня. В остальные отдыхают. И так до конца августа. Объясняют, сейчас много заказов, а вот летних отпусков на всех не хватает. Из года в год спрос на продукцию нашего предприятия увеличивается. Сейчас у нас преддверие наступает осеннего сезона, потребители готовятся. Соответственно, отпустить специалистов в летний отпуск, да, то есть у нас, ну, не представляется возможным. Именно поэтому по многочисленным просьбам коллектива было принято решение предоставить дополнительный выходной, чтобы люди могли отдохнуть, насладиться погодой, то есть побыть с семьей. Ну, в принципе, коллектив эту идею принял позитивно. Правда, речь не идет обо всем многотысячном коллективе. Такие нововведения коснулись лишь сотрудников завода управления. Для других все останется по-прежнему. Производство также работает непрерывно. Это 24 часа, 7 дней в неделю. Мало того, планируют увеличить штат сотрудников. 31 августа введена 4-дневная рабочая неделя. Эти дни дополнительные будут оплачиваться. Поэтому есть прекрасная возможность заниматься своими домашними делами, приготовить детей в школу. Мы готовы предоставить более 2000 рабочих мест на нашу промышленную площадку. Поэтому подбор персонала мы ведем постоянно. Нам нужны люди. Мы всех приглашаем к нам. Самый востребованный – сборщик покрышек и вулканизаторщик. Здесь готовы обучить даже с нуля. Главное, говорят, желания. Такие примеры уже есть. Я прошел 10-дневное обучение. Стипендия оплачивается. Коллектив дружелюбный. В первое время у меня были вопросы, мне помогали. И с этим проблем вообще не было даже. Пока одни только планируют, другие уже осваивают на практике. С таким решением руководства завода, согласны многие мировые эксперты, уверяют, от 4-дневной рабочей недели только плюсы. Например, это благоприятно сказывается на здоровье сотрудников. Кирилл Политов, Александр Антропов. День с толком. В этом случае тоже учли состояние здоровья пассажиров. В августе в Барнауле по 77-го маршруту начнут ездить сразу два автобуса, оборудованные специальными пандусами. Это поможет маломобильным гражданам, которым нужно, к примеру, попасть в краевую больницу, добраться до места с максимальным комфортом и совершенно бесплатно. Широкий дверной проем, специальное место для инвалидной коляски и особый пандус, на установку которого уходит не более минуты. В компании «Агастранс» отмечают, достаточно позвонить в диспетчерскую и на нужной остановке водитель поможет с погрузкой. Автобусы в городе рентабельные и удобные, которые обслуживают все слои населения. То есть есть возможность перевозки лиц, ограниченные возможности, и в то же время есть возможность перевезти пассажиров на обычных условиях. Пока это пилотный проект, но в компании «Агастранс» уверена, инициатива получит продолжение. Два автобуса предоставлены автосалоном «Газ», который является давним и надежным поставщиком по муниципальным и госконтрактам. Кстати, теперь также станет проще передвигаться и маломобильным жителям сел края. 15 микроавтобусов «Газ», оборудованных специальными подъемниками, получили районные социальные службы. Ключи к службам вручил министр труда и соцзащиты России Максим Топилин. Компания «Алтайгазавтосервис» победила в аукционе на поставку этих машин в рамках национального проекта «Демография». Теперь пожилые и маломобильные пассажиры даже из отдаленных районов края смогут проехать до лечебных центров с необходимым для них комфортом. Они тоже чувствовали себя вполне комфортно на сцене. Музыкальный баттл среди осужденных в рамках ежегодного краевого конкурса «Калина Красная» прошел в Барнаульском лечебно-исправительном учреждении номер один. Здесь звучали рок-н-ролл, рэп и задушевные романсы. О чем песни заключенных? И остается ли с ними музыка после освобождения? В тюремную романтику окунулась Валентина Аскерова. В их репертуаре уже давно нет блатных песен. Они поют о свободе, просят прощения у родных и мечтают вновь полюбить. На сцене исправительной колонии номер один 15 арестантов. Исполняют песни, которые сочинили в неволе. Казалось бы, петь на сцене всегда это какое-то увеселительное мероприятие, но тот посыл слов, музыки, которые у них рождаются, вы знаете, он меняет их, он растапливает их сердце. То, что музыка растапливает сердца, осужденный Эдуард Чеглаков знает не понаслышке. За колючую проволоку угодил за хранение наркотиков. Здесь открыл себе музыкальный талант. За два года написал уже 20 рэп-композиций. В композиции все как бы, как мне грустно, тоскливо и тому подобное. Ну, для Калины я как бы выбрал композицию, ну, более позитивную. Ну, что все будет хорошо, остальное не подойдет по формату. У меня хоть и без матов, но темы такие не очень. Локоны, макияж и красивое вечернее платье. Победительница Калины прошлого года Светлана Митрякова пробует свои силы в четвертый раз. Признается, все песни посвящают своему самому дорогому зрителю, сыну, с которым сейчас в разлуке. Светит солнце, вместе с ними наше счастье улетает. Поэтому меня пригласили в качестве гостя посмотреть, кто же выиграет в этот раз, поболеть. За кого болеете? Да, ну, я за всех болею. Кто выиграет, тот выиграет. Пусть выиграет сильнейший. Кстати, многие бывшие заключенные не бросают заниматься музыкой в обычной жизни. К примеру, победитель фестиваля прошлого года Сергей Шкловер сейчас открыл свою студию звукозаписи, где продолжает творить. Валентина Аскерова, Александр Антропов. День с толком. До встречи в вечернем эфире.